23 апреля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Так иногда бывает, что начало передачи записывается в самом конце. Сегодня, в пятницу, 23 числа, мы заканчиваем работу над этим выпуском, и я сейчас записываю его начало. Почему так и о чём этот выпуск? Ну, вообще-то мы хотели показать вам Рамадан и рассказать о нём. Получилось не совсем так. Так, Рамадан – это самый главный месяц в году для всех мусульман, ну и, конечно, для мусульман Палестины и Израиля. Рамадан – это очень строгий пост, это особая тишина, это особо проникновенная молитва на храмовой горе, и, конечно, волшебные, сказочные, яркие вечера у дамасских ворот. И вот всю эту красоту и пестроту мы и отправили снимать нашего папу. Почему не попали все семьёй, я объясню тоже в этом выпуске. Мы дали ему очень строгий наказ купить нам любимые блинчики Атаев, купить любимые рамаданские напитки и, конечно же, вкуснейший рамаданский хлеб. Ну, а за игрушками и светящимися всякими штучками решили мы, мы пойдём в следующий четверг вечером. То, что наш папа увидел и снял у дамасских ворот, то, что происходило там в этом году, не имеет никакого отношения к коронавирусу и к пандемии, но это не менее страшно. И благодаря этому наш выпуск получился гораздо более глубоким и широким. Если вы не боитесь новых, непривычных впечатлений, если вы хотите увидеть Святую Землю такой, как она есть, хотите узнать, что такое рамадан, прочувствовать его особую атмосферу и узнать, что же творилось в Иерусалиме вчера вечером, оставайтесь с нами, смотрите этот выпуск. Мы пойдём с вами на рамадан. В Израиле, как известно, живут два народа – евреи и арабы. Особенно сильно это ощущается в празднике, но и, конечно, в рамадан. Рамадан – это священный месяц, месяц поста, молитвы и добрых дел у всех мусульман мира. И в то время, как израильтяне сидят в кафе и радуются снятию ограничений и локдаунов, мусульмане живут совершенно другой жизнью. С рассвета до заката каждый день они ничего не едят и не пьют. То есть с 4.30 утра до 6.30 вечера. Конечно, хорошо, если у тебя работа в офисе. Ну или ты вообще можешь просто лежать дома на диване. А вот если, например, ты работаешь на стройке. А надо вам сказать, что арабы в основном-то на стройках у нас и работают. Они прекрасные плиточники, каменщики, водопроводчики. Ну, в общем, все рабочие профессии они давно уже хорошо освоили. И в основном этим и занимаются. И вот представьте, с кувалдой или с отбойным молотком, да на жаре в 30 градусов. Конечно, рамадан – месяц переходящий, но уже много лет он выпадает всегда на лето. И поэтому, конечно, достается. А тут можно еще и от начальника нагоняй получить, потому что рамадан не рамадан, а работать надо как следует. Начальник, кстати, еврей, инженер. Вот такой незаметный глазу подвиг. На самом деле так поститься может далеко не каждый. Но арабы постятся с раннего детства, с 7 лет, как правило, и относятся к посту очень серьезно. Даже те, кто в повседневной жизни религиозностью не отличаются, скажем так, по пятницам в мечеть не ходят, обязательно постятся в рамадан. Вот приходит этот месяц, все, все под ружьей, все обязательно постятся. Это дело и религиозное, и народное, и, можно даже сказать, политическое. Рамадан, однако, это не только пост. Это еще и праздник, и период покупок. Вот посмотрите на ту сторону дороги. Видите, идут две мамаши. Судя по их одежде и по тому, куда они идут, это мамаши очень обеспеченные, а идут они в торговый центр Мамила у Явских ворот. Там очень дорогие, но очень хорошие магазины. Но еще бы нужно одарить всю семью, родню, да и себе какие-нибудь обновки купить. Что же творится у стен старого города? Мы видим с вами семью. Здесь часто сидят семьи, но никакого пикника. Скучающие взрослые, скучающие дети. Трудно поститься, так вот голодать целый день, действительно очень трудно. Трудно не только рабочим, трудно не только детям, трудно даже и птичкам, потому что они привыкли, что здесь всегда полно крошечек и объедков. А сейчас приходится долго искать, чтобы что-нибудь найти. Что делать? Рамадан. Накрывают столы вот так на улице для вечера. Арабы любят разговляться всей большой семьей, большой компанией, потому что каждая вечерняя трапеза в течение 30 дней – это праздник. К ней готовятся, к ней собираются и даже вот накрывают такие столы прямо у дамасских ворот. Ну вот давайте посмотрим немножко на людей. По лестнице спускаются люди. Смотрите, в брюках это студентки, молодые девушки, понятно, платья не носят, но обязательно в хиджабе, в головном уборе. Мужчина с покрытой головой. Вот женщины в традиционных арабских платьях. Может быть, они ходят так каждый день, а может быть и нет. В Рамадан каждый старается угодить Богу даже и внешним видом и быть как бы более верующим, чем есть. Кстати, вот эти женщины, которые фотографируются, это 100% паломницы. В период Рамадана к нам в Иерусалим приезжает очень много паломников из разных деревень, городов, как Израиля, так и палестинской автономии, для того, чтобы побывать на молитве на храмовой горе, для того, чтобы купить что-нибудь особенное, чего у них не продают у нас в Иерусалиме, ну и так далее. Повидать родных, конечно, и так далее. Дедуля присел, устал. Да, Рамадан – это тяжелое время покупок. Нужно много всего купить к вечерней трапезе, потому что наверняка придет много родственников к тебе, и жена готовит большой-большой ужин. Надо вам сказать, что хозяйки стараются перещеголять друг друга всевозможными рамаданскими сладостями. Щедро угощают и бедных, и родню, и, конечно, посылают детей с подносами к пожилым родственникам или знакомым, чтобы их порадовать. Рамадан – это особый период творения милостыни. Это период мира, период перемирия во всех войнах и ссорах, даже внутри семьи, да не только в государствах. И вот особый такой знак Рамадана – это рамаданский хлеб. Посмотрите, его пекут вот такой хлеб, таких видов булки пекут только в Рамадан. Он особо вкусный, особо горячий, и этот хлеб любят покупать не только арабы, но и те израильтяне, которые дружественно относятся к арабам, тоже приходят к Дамасским воротам купить этого хлеба. Он действительно совершенно особенный. Вообще в Рамадан принято продавать все самое свежее, самое вкусное, как можно дешевле, с большими скидками, и обязательно что-нибудь дарить, как бы давать в довесок, прибавляя это для Рамадана. Улицы украшены фонариками и иллюминацией. Вечером вы увидите, как это все будет красиво светиться. И нужно также сказать вам, и вы, наверное, уже заметили, что на улице никто ничего не ест и не пьет. Учитывая, что сейчас, когда мы с вами снимаем вот этот наш выпуск, примерно 27-29 градусов жары. Тем не менее, даже дети, школьники, посмотрите, никто ничего не ест и не пьет. Это центральная автобусная остановка, откуда школьники, кто учится в Иерусалиме, едут домой в свои деревни. Обычно дети всегда несут в руках кока-колу, спрайт, чипсы. Посмотрите, никто. Нужно вам сказать, что даже те семьи, где, скажем так, дети не постятся, допустим, не очень традиционные семьи, родители категорически запрещают кушать на улице. Считается большим грехом соблазнять кого бы то ни было своей едой в Рамадан. И даже мы, находясь в Восточном Иерусалиме, не будучи мусульманами, но все равно ничего не едим на показ. А вот и сладости. И мальчик аскетично проходит мимо соблазняющих его ярких пакетиков. Нет, 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 до вечера нужно терпеть. А вот и закрытая хумусная фалафельная, кстати, очень-очень вкусная. И рестораны вообще сейчас работают днем у арабов только на вынос. Вот, например, хумусная Акермауи, знаменитая. Видите, прилавки и вход в ресторан даже закрыты столами. Это знак для всех не мусульман, что извините, но мы не обслуживаем здесь сейчас до вечера, только можно купить с собой. Кальяны. Не думайте, что мы рекламируем курение, просто мы живем на Востоке. На Востоке кальян курят все, и мужчины, и женщины. Почему-то табак с водой считается менее вредным. Кстати, курение кальяна на Востоке – это еще и общение, это момент социальный. Наверное, так же, как в Англии, неприлично отказаться от предложенного тебе чая, так же на Востоке от предложенного тебе кальяна. Наверное, поэтому курит и греческое духовенство. Это осталось от турок, когда для общения с турецкими чиновниками нужно было с ними покуривать. Но мы с Рафаилом не курим, так что комментарии можете уже не писать. А вот эти самые рамаданские напитки, которые мы так просили купить нашего папу, но он их не купил, ему было не до того. Их делают из миндаля, из фиников и из сладких рожков. Уверяю вас, ничего вкуснее вы в жизни не пробовали, но, к сожалению, продают их только в Рамадан. Надо для этого приехать к нам и попробовать. Центр арабского Иерусалима. Восточного Иерусалима, та часть, которая за пределами старого города. Школьники потихонечку идут к автобусу и домой. Но какая-то особая усталость отмечается именно сегодня. Это улица Султана Сулеймана. И тут рядом мы будем также на улице Салахадина. Между Салахадином и Султана Сулеймана находится, можно сказать, расположен центр арабского, центр Иерусалима. Мы также видели только что знак, где муниципалитет Иерусалима поздравляет всех жителям с Рамаданом. Это центр, где расположены все магазины, магазины одежды, рестораны. Мы очень любим покупать здесь овощи. Здесь все экологически чистое, все то, что крестьяне палестинские выращивают. И также, видите, международный характер, христианский книжный магазин. Ну, он не христианский, но хозяева являются англиканцами, палестинцы тоже. Здесь англоязычные книги, я этот магазин знаю с детства. Тут торговый центр и центр Сбитании, это электрических приборов разных. Юбергер закрыт, потому что сейчас все рестораны закрыты. Вот здесь опять международный характер. Мы только что видели французский институт и монастырь святого Стефана, который существовал и в византийском периоде. Мы на улице Наблуса. Так что, видите, султан Сулейман, Наблус и... И вот типичная восточная усталость. Тоска, которая накопилась за весь день, за всю работу, которую надо было делать в этих условиях. И вот вечер, наконец-то, наступает. Каждый занят по своим делам. Кто-то еще остался на улице, который не успел закончить все свои дела и быстро уже дома готовить все, мыться. Кто-то готовится к мечети, кто встретит конец поста, просто у себя дома помолится и начнет кушать. Магазины все уже закрыты. Те, которые не закрыли, только что закрываются сейчас. И мы видим, что улицы уже совсем почти пустые. И даже те, которые ходят, они не просто так гуляют, болтаются. Каждый ходит целенаправленно к своим близким. Хочется уже поскорее быть дома. И вот потихонечку темнеет. Огни начинают зажигаться, вот эти праздничные рамаданские огни. Автобусная остановка, которая так кипела, бурлела чуть раньше, сейчас совсем пустая. Даже не просто пустая, не работает. Сейчас никаких автобусов никуда нельзя взять. Все ждут. А чего ждут? Это что-то особо интересное. Очень живописно парит в воздухе дымок. Это была старинная турецкая пушка, которая своим залпом оповестила всех жителей Иерусалима о том, что наступил закат, а значит, можно кушать и пить. Очень красивый закат был в этот вечер. Видите, перекусывают. Скорее-скорее хозяева фалафельной, чтобы начать жарить фалафель к приходу первых посетителей. Умиротворённость, тишина, покой – это особое состояние рамаданского вечера. Все сидят по домам и разговляются с семьёй. И, конечно, вот эти огни, превращающие Иерусалим просто в восточную какую-то сказку. Улицы совершенно пустые, и можно увидеть только вот таких вот четвероногих жителей. Посмотрите на пол. Ох, крыска, лариска. Деревня Силуан вся в огнях. Иллюминациями праздничными украшены улицы, дома. Конечно, обязательно, обязательная символика – это полумесяц и звёздочка. Ведь рамадан наступает тогда, когда звёздочка входит в серединку месяца. Это действительно так. После того, как покушали дома, многие идут в Восточный Иерусалим погулять. Там разворачивается яркая восточная ярмарка. Всё залито огнями и иллюминациями. На улице жарят шашлыки, продают горячий сахлоп, соки, булки, хлеб. Дети покупают игрушки и всякие светящиеся запускные летающие тарелочки и прочую ерунду. И вот обычно так каждый год ходим и мы. Но в этом году пошёл Папа. И слава Богу, что он пошёл без нас. Не добравшись даже до новых ворот, тем более до дамасских, я понял, что моя задача будет не такая простая. Тут же я посмотрел новости, узнал, что собирается сейчас идти еврейская, ультра-радикальная, ультра-правая, националистическая, даже протофашистская демонстрация в сторону дамасских ворот. И я думаю, что, скорее всего, дамасские ворот будут сейчас закрыты. Тем более для неарабов будет почти невозможно туда добираться. Но я не отчаиваюсь и постараюсь добираться. И посмотрим чуть попозже, что... Это уже более похоже на времена, когда были восстания, интифады. Это специальные приборы для того, чтобы выгонять массы. Ну да. Всё закрыто и ещё весело. Это явно не фейерверки. Да, дамасские ворота закрыты, но мне удалось каким-то своим боком сюда прибраться. Хоть это, поверьте мне, выглядит мирно, тихо, но я уже чувствую, что поскорее лучше отсюда уходить. И я думаю, что другие мирные, спокойные люди тоже сидят дома, смотрят телевизор. Потому что те, которые сейчас там, собираются кальян курить, да, посмотреть телевизор, как всегда, ливанские или сирийские, любимые арабские, рамаданские сериалы. Но ощущение, что это не главный аттракцион сегодня. Да, закрывается и кафе. Что главное? Где главный аттракцион? Вот это. Какое кино, когда у тебя есть такая продукция? Израильская армия, конные солдаты и молодежь может даже подраться, как они дрались сегодня. Но кто хозяин? Вот точно так же во времена Христа еврейские повстанцы сопротивлялись римским легионерам. Демонстрация, которая пойдет сейчас к Дамасским воротам в 10 вечера, это ведь не мирная демонстрация. Уже даже в прессе официально заявлено, что они идут с лозунгами смерть арабам. Да, полиция старается удержать и тех, и других от побоища. Однако арабы пока что ничего не делают. Они просто собираются, смотрят. Здесь довольно много на самом деле просто мальчишек, которые пришли поглазеть. Но посмотрите, что делает полиция. Она кидает шоковые бомбы. Сейчас вы это видите. Такие меры в отношении евреев не применяются. слезоточивый газ и шоковые бомбы. И вот банка, которую бросили во мне только что. Невозможно дышать этот слезоточивый газ. Я у Дамасских ворот, у остановки трамвая. И все бурлит, стреляют, мощно все идет туда. Интересно, что до 1967 года как раз там, где трамвай, это была граница. Я взял последний трамвай и уехал отсюда. И скоро после того, когда я вышел на следующую остановку, вся эта территория стала закрыта. И здесь было самое настоящее, я бы сказал, центр вот этой ночь, где с одной стороны, со стороны Дамасских ворот пытаются мусульмане прибраться вверх, а с другой стороны евреи, радикалы пытаются снизу. Вот это территория, где то, что мы сейчас видим, это где собираются все израильские военные силы, полицейские, которые будут как раз стоять здесь, где вот среди этих деревьев. Да, камни будут бросать и евреи, они бросают камни тоже в израильские войска, но реакция израильских военных сил и полицейских более мягкая к евреям. Они не бросают сюда никаких шоковых бомб, никаких слезоточивых газов на них не пускать и, конечно, не делают из них инвалидами, как они делают с палестинцем. И так что вот это объективный просто факты. Тут никакого политика даже тут нет. Вот приближаемся уже к еврейской часть города. Я чувствую, как будто я перехожу на другую страну, как будто я лечу куда-то за границей. Из восточного Иерусалима попадаю уже в еврейская часть города. Все закрыто. Это уже будет площадь Сахал, Кикар-Сахал. Вот именно здесь соберутся все патриотические, еврейские, поселенческие, настроенные вот из организации Лоховы называется. Они борются против ассимиляции, против того, чтобы евреи перешли в христианство, против того, чтобы еврейские девушки гуляли с неевреями, особенно с арабами, но вообще это имеется в виду, что евреи должны только держать за евреями. Вот как раз эти пацаны, они из этого патриотического националистического движения, которое много считают, что вообще не должна быть закона. Очень много американцев, я не знаю, если они приехали на демонстрации, или просто как-то по центру гуляют. Видите, что часть дороги уже закрыли, поэтому люди собираются. Обычно здесь просто да, трамвайная дорога закрыли, как я вам уже сказал, это был последний трамвай на сегодня вечер, Иерусалим как будто в 67 году. Да, точно, невозможно добраться из западного Иерусалима в восточный, как это было в 67 году. Ну, такие движения, как организация Лихова, известны в истории человечества давно, были они в разных странах, и в Германии, и во многих других. Любой национализм и фашизм, как мне кажется, как маме, замешан на очень плохом образовании, на очень низком уровне культуры, на неумении видеть других людей и понимать, что в мире, тем более в современном мире, народы живут в интеграции, в соседстве, в общении друг с другом. На самом деле, вы знаете, очень печальное и грустное зрелище, ведь началось это все с войны тиктоков. Вот вы не поверите, хоть смейся, хоть плачь. Запустили тикток, араб удалил религиозного еврея. Тут же евреи стали бить арабов и снимать это у себя в тикток. Получилась война тиктоков, которая привела вот к этому безобразию. Пока наш папа снимал тут все эти кадры, пока он возвращался потом окольными путями домой, мы с детьми с тревогой не могли заснуть, конечно, слушали взрывы. Взрывы гремели до двух-трех ночи. Это были шумовые бомбы, слезоточивый газ и так далее. И сейчас, когда я озвучиваю этот материал, это уже вечер пятницы поздний, мы тоже слышим взрывы. Опять идут беспорядки у старого города. Вот так из-за просто молодежной глупости, можно сказать, может возникнуть сейчас просто еще одна очередная интифада. Война, настоящая война уже с смертями, с терактами между евреями и арабами. Но давайте оставим все это. Продолжим про Рамадан. Пятница утра. Пятница у мусульман это, как у нас с вами воскресенье, как у иудеев суббота, особый день для молитвы. Все идут на молитву. Вы уже видели в наших неприятных ночных кадрах, что там была одна молодежь, а вот это уже отцы семейств и более приличные, скажем так, спокойные молодые люди, которые ни в чем этом не участвуют, естественно, они вчера вечером были дома с семьями, сегодня утром они идут на молитву. Пятничная молитва совершается на храмовой горе в мечети Алякса, и мусульмане стараются обязательно помолиться именно там в этот день. Идут и женщины, но в основном это пожилые женщины, опять же, молодые, они дома с детьми, а детей на молитву брать не принято, потому что в Израиле, в Иерусалиме, вернее, всегда вот эта пятничная молитва на храмовой горе это очень такое напряженное, трудное дело. Всегда могут возникнуть какие-то провокации, всегда там полно армии, солдат, всегда может возникнуть ситуация, что, например, решили пускать только после 45 лет, а младше не пускают, какие-то молодые арабы начинают этим возмущаться, возникают потасовки, в общем, детей туда не берут. Мальчики идут у себя в деревне, в мечеть, а в Иерусалим, если едут на молитву, то только отцы семейства, как правило, ну или пожилые женщины. Вот Дамасские ворота, посмотрите, как красиво, сейчас нет туристов, и мы можем ощутить, что старый город и восточный Иерусалим это мусульманская часть города. Кому-то это нравится, кому-то нет, это объективная правда. Так же, как и эти пятна на дороге, объективная правда, это следы вонючей жидкости с омерзительным запахом, которую вчера запускали в арабов, чтобы они расходились и не начинали кидать камни в евреев. Евреев, которые собирались кидать камни в арабов, разгоняли более мирными способами. Это следы вчерашнего ледового побоища, которое здесь было, но, слава Богу, наш папа в это время уже был дома. Конечно, очень все это печально, и даже говорить нечего, вы видите, да, разоренный восточный Иерусалим, остается только сокрушаться об этом безобразии. Магазинщики пытаются отмывать пол, особенно это ресторан, и прямо около него пол залит этой вонючей жуткой жидкостью, которую запускают демонстрантов. Но, тем не менее, вот посмотрите, какой интересный момент поймал Рафаил. Видите, выходит религиозная еврейская семья из старого города, арабы совершенно спокойно проходит мимо них. Мы очень хотим донести это до всех. Среди арабского, палестинского и арабского израильского населения в основном все люди мирные и приличные. Кто несет вообще ответственность за вот это все безобразие, которое происходит? Кто виноват, если ученики в классе, если старшеклассники хулиганят? Учитель, директор школы, правда же? То же самое, наверное, можно сказать и об Израиле. Все замерло, на улицах ни души, нет машин, слышно даже, как птицы поют. Все сейчас на храмовой горе мусульмане. Начинается проповедь, обычно довольно долгая, на высоком арабском языке, витиеватым, таким очень традиционным стилем, как правило, призывающая к миру, согласию, традиционным ценностям. А потом начинается сама молитва. И я хочу предложить вам просто послушать несколько минут, потому что это звуки Святой Земли, это то, в чем мы все здесь живем, и миряне, и монахи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Лучше бы нам про Лазаря, про Вифанию рассказали. Дело в том, что в Вифанию попасть мы не можем сегодня, потому что это палестинские территории, а уже сегодня начались беспорядки. На Чекпостах начинается, скорее всего, очередная интифада. Не дай бог, конечно, но очень все на это дело похоже. Кроме того, то, что происходит сейчас, напрямую повлияет на нашу Страстную Седмицу, которая грядет у нас. Мы с Рафаэлом планировали чуть ли не каждый день делать спецрепортажи и рассказывать вам обо всех богослужениях, куда мы сможем попасть. А вот сможем ли мы теперь вообще куда-то попасть? Большой вопрос. Если будет так продолжаться, то Старый Город будет просто закрыт, и мы просто никуда не попадем. Так что этот выпуск имеет не только культурно-просветительскую и новостную ценность, но и практическую. Посмотрим, что ждет нас, и очень хочется надеяться, что Господь пошлет мир на Иерусалим, тот мир, о котором молятся все, без исключения, разумные верующие люди на Святой Земле. До свидания, мои дорогие. Мы будем во что бы то ни стало выходить в эфир как можно чаще и надеемся на вашу поддержку. Всего хорошего. хомен,